МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И после Можойского каскада еще 5-4 порогов пятой категории. Это позволяет нам варьировать сложность препятствий. Соревновательная программа была разбита на три дня. Спринт, длинная гонка и слалом. Для последней дисциплины был выбран порог бегемот. Четвертого уровня сложности из шести возможных для прохождения. Река не прощает даже малейших ошибок. Небольшая помарка и о притязаниях на медали можно забыть. Помимо прохождения самой водной бурлящей стихии и соперничества с другими командами, участникам приходится бороться и с погодными условиями, которые здесь, на Горном Алтае, могут меняться за считанные минуты. Не особо прикатали реку, не особо пробовали. Мы не так часто ездим на Алтай. Для нас это первый раз мы на этой реке. Мы не все знаем, где встречаются препятствия, которых раньше у нас не было. Мы настолько титулованная, накатанная команда, как Енисеевская. В женском разряде основная борьба развернулась как раз между Енисеевской и Старым Осколом. В параллельном спринте команды шли бок о бок, чтобы вырвать победу. В ход идут и любые дозволенные приемы. В этой гонке рафтингистки Старого Оскола взяли верх у своих прямых конкуренток. Но больше ни в одной из дисциплин красноярские рафтингистки не позволили соперницам забраться на высшую ступень педестала. Сибирячки выиграли общекомандный зачет как в рафтах-четверках, так и в шестерках. Енисеевская вновь получила право представлять Россию на ближайших чемпионатах мира и Европы. Старый Оскол достаточно сильная команда. И они в прошлом году были претенденты на чемпионство. И выиграли в группе по 19. В любом случае соперников нельзя недооценивать. Но сейчас мы, наверное, все-таки на голову выше. Вместе с Енисеевшкой в рафтах-шестерках на следующий чемпионат мира в Австралию отправится и мужская команда Горно-Алтайского государственного университета. Парни оставили на Чуи позади всех своих конкурентов. Но сейчас у рафтингистов все мысли о летнем чемпионате Европы, который пройдет в Словакии. Антон Соркин, Андрей Ткачук, Республика Алтай, Афонтово Спорт.